Юра лежал на диване и ругал себя. Давно пора взяться за уроки, а я лежу себе. И хоть бы что, абсолютно никакой силы воли, никаких открытий, никаких рекордов. Помню, где-то читал, Моцарт уже в три года музыку сочинял. А я, я даже бабушке на прошлогоднее письмо ответить не могу. И в школе сплошные неприятности. Два раза проспал, по физкультуре пара, забыл дома кеды, по литературе трояк. Не мог вспомнить, почему поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Нет, так дальше не пойдет. Пора начинать новую жизнь, прямо с завтрашнего дня. Так, че у нас завтра? Пятница? Не, лучше с понедельника. Пропускаю два дня и сразу с понедельника. И никаких себе поблажек. Юра решительно вскочил из дивана, вырвал из тетради лист бумаги и стал писать. План действия номер один. Начать новую жизнь с понедельника. Ежедневно вставать в 6 часов утра 15 минут и делать зарядку с последующим обливанием ледяной водой. Исправить двойку по немецкому и изучить еще два иностранных языка. Ответить бабушке на прошлогоднее письмо. Вспомнить, почему поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Юра отложил авторучку и внимательно изучил план. Хоть пунктов получилось маловато, он все же остался доволен. Ну что ж, доживем до понедельника. В понедельник Юра опоздал в школу. Нет, он не проспал. Наоборот, встал на полчаса раньше. По плану. Ну легко сказать. По плану. А где он? На столе его не было. На диване тоже. Юра искал его под кроватью, на диваном, перевернул всю комнату. Никаких результатов. Ничего, успокаивал себя Юра. Трудности только закаляют силу воли. Юра вырвал из тетради лист бумаги, взял авторучку и стал писать. План действий номер два. Найти план действий номер один и начать новую жизнь со следующего понедельника.